Добрый день, друзья и коллеги! Я думаю, замечательная будет наша встреча, поскольку это наша встреча, наши студенты нашего славного университета, института международных отношений, ну и, конечно, наши друзья и коллеги из Петербурга. Это в основном наши друзья и коллеги из Института Восточных Рукописей. Они приехали в Казань в рамках ряда очень крупных интересных научных мероприятий, которые проходят последние годы в Казани, в Москве, в Петербурге. Ну а в данном случае, конечно, это вот событие, когда наши коллеги приехали на нашу международную научную конференцию, она называется «Первые ковалевские чтения». Ну, несколько, может быть, таких страниц из нашей славной истории. Ну вот 1807 год, 1833 год, 1837 год, 1842 года. Это вот те значимые события, когда в нашем университете начал формироваться разряд восточной словесности. То есть это образовательные программы, это кафедры, это славная плеяда наших востоковедов, ученых. 1807 год. Это вот та дата, когда впервые начинает работать кафедра восточной словесности. Ефрен приезжает в Казань осенью и начинает, конечно, образовательную программу, в основном ориентированной на арабо-мусульманские дисциплины. Но я бы хотел обратить ваше внимание, конечно, на дату 1833 год, поскольку, например, наша конференция, она связана вот с этой славной датой, 185 лет образования кафедрой монгольской словесности. Но я бы сюда еще напомнил, поскольку с нами наши студенты связаны с синологией, с китаеведческими образовательными программами. И 1837 год, когда впервые тоже в университете. Это, кстати, почти наряду как в европейских университетах кафедра китайской словесности. Ну, чуть-чуть позднее она будет называться кафедрой китайской манчжурской словесности. Ну, на этом я, может быть, чуть-чуть остановлюсь, поскольку тут возникнут еще ряд очень интересных выступлений наших коллег. Ну, и самое последнее. В этом году отмечается очень символическая дата, она связана с 200-летием российского востоковения. И в этом плане, конечно, это вот 200 лет созданию Азиатского музея, это нынешний институт восточных рукописей, это институт востоковедения. И в этом плане вот в октябре, в ноябре в Москве, в Петербурге будут проходить ряд научных форумов, связанных, конечно, вот с этими славными датами. Ну, и мы решили с вами встретиться, не только в рамках наших научных дискуссий, поскольку сегодня последний день, приехали из Монголии. Наши коллеги, я вот обратил во внимание директор института истории и археологии Чулун, да, Монгольской академии наук. Приехал директор тоже института языка и литературы, ну и нашей коллеги не только из Монголии, из ряда, ну, скажем так, близких зарубежных государств, Казахстан. Ну и, конечно, представлены академические центры, университетские центры Российской Федерации. И ряд очень много интересных событий. Но мне бы хотелось дать слово нашему другу, это Ирина Владимировна Кульганок, она известный монгловед, фольклорист, она заведующая сектором Центральной Азии, Института Восточных Рукописей, ну и, конечно, наши коллеги. Наши коллеги, но только для начала представлю моих коллег, которые рядом со мной, это вот пан Татьяна Александровна, она зав. отделом стран Дальнего Востока, Точнее, просто Дальнего Востока, Института Восточных Рукописей, ну и, конечно, с нашими коллегами, Ирина Владимировна, вы, наверное, познакомите, наши молодые, ну и чуть-чуть убеленные, как мы, наши коллеги. Ирина Владимировна, пожалуйста, вам слово. Я тогда продолжу ваше выступление и действительно начну с того, что представлю своих коллег, с которыми мы работаем. И хотелось бы начать с Натальи Сергеевны Яхонтовой. Это наша главная. Айрата Вед, прекрасный знаток монгольских рукописей, автор многих монографий, научных статей и одна действительно уже, можем признать, одна из старейших уже сотрудников нашего института Восточных рукопис, к которым я и себя тоже отношу. Вот это, работать с Натальей Сергеевной, это всегда одно удовольствие, потому что всегда в ее работах есть какая-то эвристическая такая, эвристический момент, и к ней мы всегда обращаемся. В общем, если что-то мы не знаем, то лучше обратиться к Наталье Сергеевне. Вот, а рядышком сидит Наталья Васильевна Ямпольская. Наталья Васильевна Ямпольская также кандидат филологических наук, соответствует эта степень кандидата филологических наук, но Наталья Сергеевна получила PHD в Берне. Работает у нас уже больше трех лет, четыре, да, уже время мчится. Рукописник прекрасно тоже знает наш фонд и занимается главными ее вот такие направления, это переводы ведения, каталог Ганджура и вопросы, связанные с полиографией, с кодекологией, с текстологией рукописи наших. Ну, об этом мы тоже, значит, вот попозже поговорим. И разрешите вам представить Дмитрия Алексеевича Носова, тоже кандидат, кандидат филологических наук. Он защищался в нашем университете, в Санкт-Петербургском государственном университете. У нас есть диссертационный, сейчас уже закончился, сейчас уже закрыли вот наш диссертационный совет по филологии, но было время, когда мы могли своих филологов и литературы ведов пропускать через диссертационный совет нашего восточного факультета. Дмитрий Алексеевич защитился там и тоже вот уже работает. Сколько вы работаете у нас? Уже семь лет. Также прекрасно знает фонд, и его главное такое направление — это литература, фольклор и архивные материалы. Это прекрасно читает не только старомонгольский, но и одну из труднейших, ее нельзя назвать письменностью, транскрипцией. Дело в том, что экспедиционщики, фольклористы записывали часто материал не старописьменным виде, не кириллицей, а была изобретена такая транскрипция, где использовались и латинские буквы, и кириллические буквы, и дополнительные знаки. И это очень трудный получался текст. Вот Дмитрий Алексеевич владеет вот этим знанием, умением чтения вот этой транскрипции монгольских текстов. И сегодня тоже мы услышим и Дмитрия Алексеевича, наверное, главным образом именно по фольклору мы с вами будем говорить. Вот мои коллеги. Да, у меня еще есть один вопрос, если позвольте. Вот, скажем, вы упомянули Институт восточной рукописи РАН. Ну, я тут вспомнил об Азиатском музее. Может быть, некие ключевые какие-то события. Вот, скажем, появление Института восточной рукописи, он поскольку очень значим. Конечно, я с удовольствием буду рассказывать о нашем институте, о Азиатском музее. И вот, когда вы только начали разговор, вы назвали дату 1833, это создание кафедры, да? Вот, а мне бы хотелось еще поглубже посмотреть. Мы называем началом востоковедения. Вы какую дату назвали? Ну, много символических дат, но для меня 1818 год. А мне хотелось бы вспомнить 1703 год, потому что мне кажется, что начало монголоведения было еще положено до этой даты основания Азиатского музея. И можно назвать дату 1703 год. Это когда Петр Первый, помните, издал указ, что найти надо двух-трех иноков, молодых иноков, чтобы мунгальскому языку обучать и себя. Да. То есть вот уже во времена Петра Первого была понята роль соседних государств, роль монгольского языка, Монголия. И нужны уже были вот с этого момента специалисты, которые... Носители арабского, персидского, арабо-мусульманских языков были в России, но, к сожалению, монгольский, китайский, японский некоторые сложности. Да, ну, значит, вот именно, что получается, что востоковедение-то началось с монголоведения. Так, и хотелось бы назвать дату 1714-й. Это дата основания нашей кунсткамеры. Именно тоже Петр Первый решил собирать в кунсткамере все вот эти такие редкости, да, и монеты, и вещевой материал. И вот там так уже много достаточно скопилось этого материала, что в 1818 году граф Сергей Уваров, он был тогда министром просвещения, решил создать кабинет древностей, кабинет древности, 1818 год, на базе кунсткамеры. И через год вот этот кабинет древности уже стали называть, он перерос в азиатский музей. И вот азиатский музей, это уже стало не просто хранилищем, не просто каким-то кабинетом, где собирали эти рукописи. Это стало, мы считаем, первым научным учреждением востоковедным. И вот с этого момента ведет историю наш институт восточных рукописей. И я могу похвалиться. В 1818 год первым директором азиатского музея стал наш казанский профессор Френ Христиан Танилович. Да, действительно это было так. Судьба была, наверное, как у всех научных учреждений, не очень простая. Переезжал несколько раз институт в азиатский музей. Немного было сотрудников в штате азиатского музея. Одновременно там работало буквально 5, может быть, 6 человек, которые занимались и каталогизацией, и поиском новых рукописей, и исследованием этих рукописей. И вот он переезжал, несколько адресов было, не всегда вот в здании Кунсткамера. А кто-нибудь уже представляет, вообще в Петербурге бывал кто-нибудь? Дворцовая набережная. Дворцовая набережная. Где университетская набережная, там Кунсткамера, университетская набережная, дом 3. И вот там был сначала местонахождение вот этого кабинета. Затем он переехал на университетскую набережную, дом 5. Потом было время, когда он находился в здании библиотеки Академии наук. И вот сейчас мы находимся на Дворцовой набережной, дом 18. И работали в нашем азиатском музее. Хочется назвать вот таких выдающихся монголоведов. Мы сейчас ведь про монголоведение говорим, про монголистику. И это позднее Голстунский, Котвич, Владимирцев. И постепенно собиралась богатейшая коллекция рукописей и ксилографы. Что такое ксилографы мы представляем? Ксилографы, литографии, старопечатные книги. Мы тоже поговорим об этом. Время шло, институт разрастался. Уже очень много собралось в институте в азиатском. Было сначала все, и монеты, и вещевой материал, и рукописи. И где-то в 1918 году решили все-таки разграничить. Монеты, вещевой материал, монеты отдали Эрмитажу. Тоже вещевой материал Эрмитажу и Кунсткамере. А в нашем институте остались рукописи, ксилографы и старопечатные книги. И в 1930 году в Академии наук создали отделение гуманитарных наук. И в рамках этого отделения создали институт востоковедения. И весь азиатский музей вошел в этот институт востоковедения. То есть мы приняли все рукописи, которые были в то время в Азиатском музее. Сейчас у нас в архиве 26 тысяч единиц хранения. В архиве института. В рукописном фонде 100 тысяч единиц хранения. Это всех рукописей на 56 языках. Там есть у нас и на арабском, и на персидском, и на курдском, и на китайском, на монгольском, на иратском. 56 языков. И вот из этого количества 100 тысяч единиц хранения. Мы сейчас уже называем сумму 9 тысяч единиц хранения. Это монгольские рукописи и ксилографы. Это одна из богатейших коллекций в мире по количеству рукописей. Об этом тоже мы немножечко попозже поговорим. И в 1930-м институт создали. Институт востоковедения он тогда назывался. Историю, вы понимаете, 30-й год. Какие происходили у нас изменения в нашей жизни политической, исторической. Какие, вы думаете, цели стояли перед наукой. И, в общем-то, институт востоковедения должен был реализовывать эти цели. Какая была первая цель? Это продолжение сбора рукописей, их инвентаризация, каталогизация, их изучение, составление словарей. И еще, как вы знаете, у нас была такая большая проблема создания алфавитов для младописьменных языков. Вот это тоже было одной из задач нашего института. Создание письменностей на латинице, на кириллице. Вот этим занимался наш институт. Так, еще какие вехи у нас были. После, конечно, во время войны большие потери были нашего института. В 1948 году часть сотрудников переезжает в Москву. И в Москве переводится институт востоковедения в Москву. А у нас остается сектор. Через некоторое время этот сектор превращается в ленинградское отделение института востоковедения. Затем он стал называться филиалом института востоковедения. И в 2007 году был подписан указ и создан наш институт восточных рукописей. Преобразован из филиала в институт восточных рукописей. Вот в таком статусе мы сейчас находимся. Он тоже юбилейный. Уже 2011 год, вторая декада пошла. Но мы считаем своим началом, конечно, это 1818 год. Потому что традиции не прерывались у нас с этого момента. И все рукописные фонды, архивные фонды с того времени у нас пополняются, изучаются нашими сотрудниками. Вот это бы, наверное, было интересно узнать. Я думаю, нашим коллегам надо, Ирина Владимировна, дать слово. Да, конечно. Вот я все говорю про рукописи, монгольские рукописи. Наверное, хотелось бы, может быть, поподробнее узнать, что представляют собой монгольские рукописи. Как бы вот первый срез можно говорить, а что такое кадекология, что такое полиография, что такое текстология. Вот лучше, чем Наталья Васильевна, никто не расскажет, чем вы. Пожалуйста, вот скажите, мы приготовили, когда вот собирались на встречу с вами, видеоматериал. И было бы наглядно, чтобы вы увидели, что представляет собой. Но тогда теперь только словами, Наталья Васильевна, что такое монгольские рукописи. И, может быть, о том, как у нас появились первые собрания рукописи в нашем институте. Спасибо. Дорогие друзья, но... АПЛОДИСМЕНТЫ Монгольские рукописи, которые хранятся у нас в институте, как уже сказала Ирина Владимировна, их около 9 тысяч. На самом деле, это не просто одна из самых больших коллекций в мире. За пределами Китая и Монголии это самая большая в мире коллекция монгольских рукописей. И, надо признать, тибетских тоже это все очень связано. Эти рукописи монгольские, они имеют разные формы, но я бы хотела рассказать вам об одной. Потому что есть такие формы, как тетрадь, которая особенно китаистам очень хорошо знакома. Это, в принципе, заимствованная из Китая форма, например. Есть книги гармоники, но это более сложное явление, я не буду о нем говорить. Но большая часть книг монгольских, которые попали к нам в фонд, это все-таки буддийские книги. Поскольку буддийская культура, это тот двигатель, который был двигателем письменной культуры у монголов, наверное, в первую очередь. И если бы вы, без подготовки и не зная ничего об этом, увидели монгольскую книгу или взяли ее в руки, то, скорее всего, вы бы не поняли, что это такое и как с этим иметь дело. Для того, что монгольские книги, они происходят еще из Индии. В Индии, в отличие от Китая, бумага туда пришла очень поздно. Если в Китае уже с первого века нашей эры были книги, рукописи на бумаге, то в Индии нет. И на чем же там писали? Использовали те материалы, которые были. А это, в первую очередь, листья пальмы. И вот именно пальмовый лист и определил форму того, что стало потом монгольской книгой. Это вытянутые листы, хоть монголы уже делали их из бумаги, тем не менее они имеют вытянутую форму. И они никак не прошиты, у них нет переплета. То есть это такие вытянутые листы, на которых текст написан с обеих сторон. Они складываются пачкой. А потом желательно их обернуть в шелк, завязать какую-нибудь бечевку. А еще лучше, если положить их между деревянными досками. И читать такую книгу, конечно, очень трудно, особенно если она большого формата, как часто бывает с буддийскими книгами. Там лежа на диване, ее не почитаешь. Здесь нужно сесть за столом. Очень часто эти книги читали в ритуальной обстановке, потому что они связаны с буддийским культом и так далее. Но, конечно, в нашей коллекции есть книги монгольские самого разного вида. Например, одна из самых больших у нас, это 12-томная, пряжний параметр, такой буддийский текст. И каждый том вот такого большого размера, его буквально не поднять. Например, я не могу поднять этот том. Он очень тяжелый, весит более 20 килограмм. А самые маленькие книжечки, они вот такого размера. И иногда они нужны были для того, чтобы взять ее с собой, может быть, в качестве оберега, положить в карман, почитать и так далее. Монгольское письмо, на котором написано то, что у нас хранится в рукописном фонде, это тоже интересно, поскольку у монголов сейчас есть разные виды письма. Вот в Монголии, независимой государстве, Монголия, используют кириллицу. Но это недавнее уже изобретение, это начали использовать, в общем-то, после войны. А вообще традиционно у монголов была своя графика, которая происходила из уйгурской. Они пишут сверху вниз, и это, в общем-то, та же арабская вязь, но только, имеющая общие корни с ней, но только сверху вниз. И, конечно, модифицированная под монгольский язык. Этим письмом пользуется и сегодня тоже в внутренней Монголии, в Китае. То есть оно вполне современно. В чем интерес этого письма? Оно, в отличие от кириллицы, не отображает точно то, как мы должны произносить это слово. Прочитать его можно по-разному. Поэтому эта письменность, вам тоже, наверное, какие-то и ведомые должны быть понятны, она подходит для разных диалектов. Люди, владеющие разными диалектами монгольского языка, прочтут по-своему те слова, которые написаны этой письменности. Но я, наверное, буду заканчивать. Я пару слов должна сказать про классические дисциплины, которыми у нас занимаются. Вообще у нас, конечно, именно классическая школа монголоведения очень сильна. А классическая, это значит, что мы занимаемся в первую очередь исследованием источников, письменных текстов, переводом, их вводом в научный оборот, потому что вот из этих 9 тысяч рукописей отнюдь не все еще исследованы, переведены и так далее. Поэтому мы концентрируемся вот на этом наш институт, в этом его специфика. И вот в частности мои интересы, как мне кажется, лежат в одной из самых увлекательных областей. Мы изучаем, во-первых, текстологию, то есть мы сравниваем разные версии, разные списки текстов, выявляем, какие из них были раньше, какие позже, какие между ними связи, делаем из этого определенные выводы. Занимаемся также кодекологией, это форма книги. Пытаемся изучать почерки, монголоведение — это еще малоразвитая, вот полиография — это малоразвитая дисциплина, ждет своего первооткрывателя, скажем так. Ну, изучаем бумагу, как писали, когда писали, кто писал тексты. И вот хотелось бы завершить мое выступление приглашением. Если вы будете в Петербурге этой осенью и зимой, то у вас будет возможность увидеть прекрасную выставку наших рукописей, которая будет происходить в государственном Эрмитаже. Она откроется как раз, это будет часть юбилейных мероприятий, откроется 27 ноября и на протяжении трех месяцев до конца февраля в Эрмитаже, в нескольких залах будут выставлены рукописи и монгольские, и китайские, и вообще из всех практически фондов нашего института. И можно будет посмотреть, какие разные формы книги были на Востоке, как они связаны между собой и как они представлены в нашей коллекции. Спасибо. Спасибо большое, Наталья Васильевна. Очень, по-моему, доходчиво, все понятно. Рукописи. И вот мне бы хотелось у вас еще уточнение такое получить. Вы рукописи и ксилографы, да? Ведь мы же говорим, что у нас есть рукописи, есть ксилографы. Может быть, не все знают, вот в чем разница между рукописями и ксилографами, да? Может быть, вы скажете. И сколько у нас рукописей, если приблизительно, можно сказать, данных, и ксилографов? Или тематика, какая характерна тематика для рукописей и характерна тематика для ксилографов? И вообще, что такое ксилографы? Я сразу начну со второго вопроса. Мы, на самом деле, не разделяем рукописи и ксилографы вот таким образом. Ну, по крайней мере, я склонна считать, и, наверное, коллеги со мной согласятся в том, что ксилограф — это, в общем-то, не так далеко ушедшее от рукописи явление. Но я сейчас объясню, что это такое. Я думаю, что и вы тоже, наверное, уже слышали про ксилографию, поскольку монголам она пришла, ну, в общем-то, в том числе и из Китая, через Уйгуров или другими путями. Ксилография — это просто способ печати. Но это не наборная печать, а как гравюра на дереве. Очень просто. То есть текст зеркально вырезался на дереве, текст целой страницы. Как вот гравюра, изображение мы вырезаем, так же и текст. И отпечатывался многократно. Этот способ печати не только в Монголии, а вообще во всей Центральной Азии, на Дальнем Востоке был очень распространён. Вот, например, в Китае наборная печать была не очень... Применять было неудобно, поскольку количество знаков в языке такое большое, что хранить все эти литеры было бы невозможно. Поэтому ксилография и в Китае очень широко применялась. Ну и вот монголы её заимствовали. Что позволяло делать ксилографию? Вообще, надо сказать, что она применялась уже начиная с XIII века, прямо сразу у монголов. Конечно, чем дальше, тем больше. И это позволяло печатать очень большие тиражи книг. То есть, когда в Европе об этом ещё речи не было, то, да, в Центральной Азии это было возможно. И ксилографы, ну, самые, наверное, качественные — это пекинские ксилографы. Это уже XVII-XVIII век. Потом и в Бурятии их делали. Вот их очень много в нашей коллекции. По тематике у нас, конечно, в основном это буддийские. Вообще, состав нашего фонда очень разнообразен. Там есть разные жанры. Но поскольку буддизм — это религия монголов, основная, связанная с письменностью, то, конечно, в основном это буддийские тексты. А выглядят ксилографы так же, как рукопись. И там даже можно говорить о почерке. Поскольку вырезался этот текст вручную, каждое слово сначала писал человек, потом делался отпечаток на бумаге, а потом по этому отпечатку вырезали на дереве. Поэтому ксилограф — это такое же индивидуальное явление, как и рукопись, там почерк конкретного песца, запечатлённый мастерством резчика. Спасибо, Наталья Васильевна. Теперь мы имеем представление, как выглядели рукописи. И, может быть, можем уже поговорить о тематическом многообразии. А что по тематике представляли рукописи? Вот Наталья Васильевна сказала, что большая часть — это буддийские сочинения. Но кроме буддийских сочинений у нас действительно тематическое многообразие, широко, очень различных жанров представлены рукописи и ксилографы в нашем рукописном фонде. Это исторические есть, это сочинения фольклорные, есть связанные с правом, религии, другими религиями. То есть много сочинений, переводы на христианских сочинений, на монгольский язык. — Кирилл Леонидов, а какие, на мой взгляд, наиболее крупные такие памятники? Вот скажем, Библия, Коран. Дальше не буду продолжать. То есть достаточно канонические тексты, памятники. А вот у монголов... — Сейчас как раз вот к 200-летию нашего университета мы тоже задались этой целью, и Наталья Сергеевна выбрала несколько наиболее главных сочинений. Что вы можете вот сейчас сказать нашим слушателям? — Здравствуйте. Во-первых, опять хочу пожаловаться, что нет картинок, а то бы кое-что показали. Насчет того, что я выбрала, все осталось там. — Наталья Сергеевна, для зрителей и для наших студентов картинки, образы будут... Ваши презентации, конечно, они будут. Будут представлены, да. — Во-вторых, я думаю, основными сочинениями, которыми мы можем гордиться, являются, ну, например, иллюстрированное издание аксилографическое 100-тысячной праджины Парамиды. Тут нужно объяснять, что такое 100-тысячная, что такое праджины Парамиды, и смотреть, как оно прекрасно иллюстрировано. Все это я могу только описать словами великолепные краски, громадный том, вот то, что говорила Наталья Васильевна, поднять нельзя, не только ей и мне, но и, боюсь, что Дмитрий Алексеевич тоже не поднимет. Что еще можно? У нас есть, в противовес вот такому прекрасно иллюстрированному изданию, у нас есть маленькие, тоненькие кусочки, обрывочки из мертвого города Харахота. Наверное, слышали про экспедицию Козлова, который привез оттуда. Вот у нас хранится несколько таких очень ценных, с другой стороны, некрасивых, но очень ценных экземпляров, которые показывают о присутствии, так сказать, монгольской письменности еще во времена Тангутского государства. Еще можно упомянуть, что же у нас там еще было? Что у нас было? А, лисы ганжура, конечно. Лисы ганжура, о них должна рассказывать Наталья Васильевна, но я боюсь, что если она будет о них рассказывать, вы отсюда не уйдете. Она очень долго может рассказывать, потому что прекрасный специалист. Что такое ганжур? Ганжуры – это собрание канонических. Опять, что такое канонических? Ну, в общем, текстов, которые, скажем, охватывают все аспекты буддийского учения, скажем так. Они были собраны, несколько раз издавались, переводились они с тибетского. Но в чем особенно... Такие ганжуры есть в 108 томов, между прочим, да? Они хранятся в университете у нас в Петербурге, в Восточке. И они есть, конечно, в Монголии и в Хухота. А в нашем институте есть только несколько отдельных листов. Ну, там их разных, ну, порядка 600, да, где-то около того. Два раза... Извините. Ну, вот я же говорила, что она лучше знает, чем я. Короче, они представляют собой находки, сделанные в Аблайхите. Что такое Аблайхит? Аблайхит — это место, где когда-то жили айраты. Кто такие айраты? Айраты — это западные монголы. Вот здесь я с удовольствием выйду на колею, которая мне больше знакома, и уйду от этих самых обрывков ганжура, отдельных листиков, и расскажу вам про айратов. Потому что меня тут представили как великого айратоведа. Ну, насчет... Это действительно... Ну, насчет великого я бы остереглась, но, во всяком случае, кое-что знаю. Значит, западные монголы — айраты. Когда мы первый раз узнали, что есть такие айраты, мы узнали об этом из книг Рашид Аддина, из летописи, из истории Рашид Аддина, где сказано, что жили такие ли с ним пельмена айрат. Потом айраты благополучно, надо сказать, что очень мудро поступили, когда Чингисхан там всех вокруг завоевывал, собрался, послал он кого-то из своих военачальников захватить и айратов, но айраты посмотрели на войско и добровольно вошли в состав империи Чингисхана. Очень мудро поступили и уцелели, и даже были очень приближены уважаемые в империи Чингисхана. Участвовали в его походах и прочее, прочее. Потом империя распалась, потом Хубилай, потом было многое, что они возвышались. Кстати, айраты знамениты еще тем, что однажды они захватили в плен императора Китая. Боюсь, не на его зову, как его звали, но был такой эпизод в истории айратов. А вы знаете, что сделали китайцы, когда они узнали, что их император попал в плен, как они вышли из положения. Представляете, император в плену вот этих самых варваров. Что делать? Никто? Идей нет? Вот не свергли, они его просто переизбрали, что называется. И все, и у бедных айратов вместо козырного туза оказалось непонятно, кто в плену. Ну, короче, эта история, я не буду очень подробно останавливаться, важны два момента. Во-первых, айраты уже после, скажем так, перейдем в наше время, где расселяются айраты. Потомки вот тех, которые тогда жили. В Китае, где они и называются, в общем-то, айратами. В России, где они называются калмыками. И очень интересно, что они остались еще вот в том месте, где был Айблайхид, Айблайхид, то есть в бывшей Джунгарии. Было такое айратское государство, очень мощное. Это все у нас какой век, чтобы не наврать, 17-й, когда у нас Манчжурия была, там поднимала голову, а у айратов было джунгарское ханство. И вот на территории Казахстана там еще до войны, вот Великой Отечественной имеется в виду, там жили сард-калмыкии. Было их очень немного, но они были потомки тех великих джунгаров, тех великих айратов, которые когда-то там населяли вот эту территорию. Так, куда-то меня опять не туда занесло. Значит, Айблайхид, рукописи, которые там нашли, да. Так вот у айратов как раз где-то в 17 веке появился такой очень просвещенный персонаж. Его звали Дзайя-пандита Намхай-джамцо. Намхай-джамцо – это его как бы титул, Дзайя-пандита его так звали, которого отправили ребенком учиться в Тибет. Он там поучился, и Далай-лама благословил его идти к монгольским народам, нести там просвещение, религию, учености и так далее. Ну, в основном, конечно, религию. Он вернулся в свои родные кочевья, вот там, где тогда было джунгарское ханство, и где маньчжуры там где-то уже маячили на востоке, и монголы тоже, в общем-то, не давали покоя, обыкновенные монголы, не западные. Он вернулся, и что он сделал? Это то, что ближе к рукописям. Он придумал, как модифицировать айратское, монгольское, вот это вертикальное письмо, о котором говорила Наталья Васильевна, и которая сказала, что оно было, с одной стороны, очень удобно, а с другой стороны, не очень, оно было полифонным. То есть один знак обозначал несколько букв. Ну, для сравнения, да, и плюс к этому, что оно было полифонным, оно еще и не отражало реальное произношение. Для примера можно перевести английский. В английском вы смотрите на слово, и читается оно совсем не так, как оно пишется. Это мне не надо вам объяснять. Ну, те, кто хорошо знают, они, может, этого не замечают, а те, кто плохо знают, они недоумевают, а почему мы читаем так, а не это, как написано же так. Так вот, приблизительно то же самое было и со старописьменным монгольским. Письмо не отражало реальное произношение. Писали а-гу-ла, а говорили у-ла. И так, между прочим, до сих пор пишут в Китае и монголы, и айраты. Ну, ничего, на самом деле не страшно, да, выучили же вы английский, так и они выучивают монгольский. Но Дайя Пандита убрал вот эту полифонность, то есть у него один знак, одна буква или один звук. Это первое. То есть если А, мы видим, что это А, если это Е, то мы видим, что это Е, а в монгольском такого не было. А в его письменности стало всё чётко и ясно. И поэтому эту письменность называют Тодо Бичик, что значит «ясное письмо». Ну и плюс к этому, что вот он убрал полифонность, он ещё и стал писать не а-гу-ла, а у-ла. Тем самым у айратов появилась собственная письменность. И это, надо сказать, уникальный случай, когда письменность, созданная, в общем-то, искусственно, он же сам сказал, вот теперь давайте писать так, один человек. Она просуществовала и до сих пор существует в Китае у айратов. У калмыков всё немножко не так, их судьба была очень тяжёлой, независимо от того, какой век возьмём, какой возьмём свои тяжести. То казахи их били, и они от них бежали, то уже здесь, на территории России, тоже им не сладко приходилось. Я уж не говорю о XX веке, когда было уничтожено вообще всё, что можно. Калмыкии были сосланы. Я думаю, это теперь не секрет, и все знают, что во время войны их сослали в Казахстан, в Сибирь. И поэтому их письменное наследие погибло. Ну кто-то что-то с собой увёз в ссылку. А то, что хранится в нашем институте, 500 рукописей и ксилографов на айратском письме уцелело. А собрано всё это было тоже вот в те времена XVIII-XIX, начало XX века. У нас есть айратские рукописи, самые разные тематики, тоже буддийской больше всего. И, кстати, Дзайпандита приложил руку к тому, чтобы его письменность была распространена. Он сам очень много перевёл в своё время. То есть он не просто сказал «пишите так», он и сам писал так. И он очень много переводил с тибетского. У нас есть его переводы буддийских сочинений. И у нас есть целых пять ксилографов айратских. Если монголам повезло, у них их печатный двор, так сказать, был в Пекине, то у айратов такой возможности не было. Печатали немножко в Джунгарском ханстве, печатали немножко, в Западной Монголии, потом в Калмыкии уже печатали. Но вот пять штук – это много для айратских ксилографов. Я как раз хотела вам показать картинки этих ксилографов, но не получится. Ну вот так, немножко галопом по Европам, немножко сумбурно, но... Нет, замечательно. Замечательно, да. Спасибо. Спасибо. Вот мы теперь имеем представление о том, что такое письменность, что такое рукописи, немножко о составе. Знаем, что больше всего у нас всё-таки буддийских рукописей, но монгольская литература очень во многом была долгое время бесписьменной, передавалась из уст в уста и называлась народной литературой. То есть, состояла в таких жанрах, как сказки, легенды, песни, пословицы. И вот именно этим пластом у нас занимается Дмитрий Алексеевич Носов. Он прекрасно знает вот именно этот пласт народной литературы Монголии. И, может быть, мы вам дадим слово, пожалуйста. Расскажите о том... Здравствуйте. Я хотел сказать о том, не только о народной литературе, но и о том, что ещё осталось пока у нас за кадром в нашей истории, из наших фондов. Ну, в первую очередь, в Монголии была достаточно распространена традиция письменного эпоса. То есть, это фактически даже не эпос, а такой переходный жанр. Его могли исполнять как сказители, так и существовал он в письменной форме, в разных редакциях. Некоторые даже редакции можно считать определённым образом каноническими. Возможно, вы даже слышали когда-нибудь такое имя Гессер. Так вот, это тибетский и отчасти впоследствии монгольский персонаж, литературный, который представляет собой целую традицию. С ним были связаны даже культ почитания, есть храмы Гессера. его ассоциируют, если я не ошибаюсь, в Китае с божеством войны, как с Гуанди, по-моему, или? Гуанди. Да, с Гуанди. То есть, китайцы считают, что это просто монгольская форма Гуанди, но монголы и тибетцы считают его своим, ну, если не национальным, то уж эпическим и мифическим героем. И у нас представлен достаточно большой пласт рукописей на монгольском языке, посвященный отражающей развитию именно вот этого вот произведения, ну, не произведения даже, а шире этой вот литературной традиции. Самих сказок, записей сказок у нас немного. Большую часть составляют как раз в данном случае айратские рукописи, сделанные в середине и во второй половине XIX века отечественными исследователями, по заказу отечественных исследователей, а в некоторых случаях, даже, судя по всему, их рукой. Но на, как уже Наталья Сергеевна вам рассказывала, на ясном письме. Поэтому айратские сказки у нас представлены достаточно широко. Это именно народные тексты, которые бытовали в устной форме, но были записаны для лучшего понимания и фиксации состояния языка в середине и второй половине XIX века. С этой же целью во многом пополнялся наш архив востоковедов, в которой свозилось все то, что не подпадало под определение нашего классического понимания рукописи и ксилографов, определение рукописной и старой книги. Туда попадали, собственно, материалы исследователей, в том числе материалы на, возможно, вам тоже знакомом, фонетическом письме, письме, созданном Радловым и модифицированном Радловым и Катановым, русском фонетическом письме. Модифицировалось оно для тюркских языков, но монголисты также его переняли, модифицировав под себя. Сложность составляет в том, что его чтение состоит в том, что, естественно, текст произносились не на литературном языке, а на диалектах. Соответственно, не всегда понятно, какой диалект, где представлен, поскольку народы были кочевые, а вторая половина XIX века — это еще и период достаточно больших и серьезных миграций. Люди из разных регионов компактного проживания в Монголии перемещались в другие регионы, переезжали поближе к центру, перемещались ближе к Китаю, наоборот, от Китая двигались. Поэтому читать эти тексты сложно, в первую очередь, с диалектологической точки зрения. Не всегда понятно, на каком диалекте они записаны. Плюс, конечно, далеко не все исследователи были носителями языка, соответственно, очень часто они просто ошибались в написании того или иного слова, и с их ошибками также приходится разбираться. И с этой же целью ряд исследователей старался записывать сказки как раз на классическом монгольском письме. У нас есть небольшое число, три такие рукописи, но для вас, для казанцев будет интересно, что все они происходят из коллекции Казанской духовной академии, то есть это уже православные миссионеры в начале 20 века пытались вот таким вот образом записывать монгольский фольклор во время своих поездок в Ургу к буддийским монастырям за буддийской литературой и за буддийской ученостью, ради постижения буддийской учености. И в 1927 году вся их коллекция монгольская и тибетская, практически вся, некоторая часть все-таки осталась в Казани в национальном архиве, но значительная часть монгольской и тибетской коллекции переехала в наш институт и пополнила его фонды на, что касается монгольской коллекции и аратской, на 475 единиц хранения. Также, помимо фольклора, мне хотелось бы сказать о таком важном пласте литературы, как юридические сочинения. Они тоже представлены в нашем фонде достаточно широко. Это в первую очередь различные своды законов, которые издавались, готовились монгольскими ханами в разные периоды времени. У нас есть такой замечательный, хотя и поздний памятник, как уложение автономной Монголии. Это свод законов, составленный в 1911 году, когда Монголия после прекращения небесного мандата династии Цин посчитала себя более ничем не обязанной Китаю и приняла решение о своей независимости. Сейчас современная внешняя Монголия отчитывает свою независимость именно с 1911 года. И вот для того, чтобы как-то управляться собственной внутренней жизнью, монголы достаточно быстро составили свод законов, который в своей основной части отсылает еще к степной, ну в значительной мере, конечно, она находилась под китайским влиянием к своей степной юридической традиции. Помимо сводов законов у нас также представлены такие прикладные памятники, как выписки из сводов законов, которые представляют срез юридических норм, которые активно использовались представителями монгольской администрации в второй половине 19 века и специально скупались нашими исследователями для изучения и понимания монгольского права. Ну вот, пожалуй, два таких интересных момента, один связанный с фольклором и народной литературой, один связанный с правом, о котором мне хотелось бы вам рассказать. Спасибо за внимание. Спасибо. Спасибо, Дмитрий Алексеевич. Ирина Владимировна, я хочу напомнить вот нашим друзьям еще одну дату юбилейную. Я вот через эти рубежи, юбилейные даты, они не очень символичны, они и символичны, и в то же время показывают вот нашу с вами историю, наших предшественников. Мы уже встречались, я говорил, это мои студенты, тем более китаисты, китые веды, они знают, кто такой Василий Василий Павлович. Вот в этом году 200 лет со дня рождения этого величайшего китаиста. Ну вот он вышел из монгольской среды, то есть он получил образование в монгольском отделении. И поскольку в университете в нашем планировалось открытие кафедры тибетской словесности, и вот он, как вы помните, в 1840 году, в 50-х годах, был в Пекине в составе пекинской духовной миссии. И отсюда, конечно, вот у меня возникают мысли о неком единстве. Ведь в Востоковении комплексная наука, единство, центрально-азиатские исследования, монголоведение, китаеведение, манчжуроведение. То есть вот эти ключевые дисциплины, с которыми вы, кстати, будете сталкиваться. Ну, китайский язык понятно. Ну вот, скажем, в свое время все пути в Пекин вели через монгольские кочевья. Или, например, тут уже упоминалось о неком единстве, когда в 1691 году халха Монголии была завоевана и вошла в состав к Цинской империи. И вот рядом с нами Татьяна Александровна, пан, я уже говорил о том, что она заведующий отделом Дальнего Востока Института Восточных Рукописей. Она вот представляет уникальную дисциплину, ну, дисциплины, китаеведение и манчжуроведение. Татьяна Александровна, может быть, китаеведы и им будет очень интересно. Китаеведы. Я по образованию китаист-филолог. И когда я училась в университете в Санкт-Петербурге, в Ленинграде, я слышала слово манчжуры, да, так же, как и вы слышите на уроках истории о том, что была была последняя династия, в которой возглавляли манчжуры. И дальше начались антиманчжурские выступления, в результате которых в 1911 году эту династию иноземную свергли, и Китай окончательно радостно вздохнул. Вот так вот, в принципе, очень условно у меня было представление о манчжурах, когда я закончила восточный факультет. Но дальше судьба сложилась так, что я решила заняться именно этим периодом, потому что я вообще не понимала, честно говоря, что это такое. И для себя обнаружила совершенно удивительный пласт китайской истории, о котором мы уже говорим очень громко с моими европейскими коллегами. Нас уже услышали китайцы, нас уже услышали японцы, поэтому сейчас манчжуровидение вообще-то стало одной из самых модных дисциплин на Западе и в Америке. Но когда-то эта наука была, центр этой науки была Казань, а потом Санкт-Петербург. Ваши преподаватели, бывшие члены пекинской духовной мистии, которые возвращались в духовную академию и начинали востоковедение в Казани, они преподавали, и в том числе Василий Павлович Васильев, он первый, значит, начал преподавать манчжурский, то есть его отправили учить тибетский, а потом, когда он вернулся, ему сказали, что нет, тибетский не надо, а вот китайский манчжурский давай. К сожалению, Вайцеховский умер при езде. Вайцеховский до этого уже преподавал, и в результате кафедра освободилась, и нужно было кому-то преподавать. И вот его судьба просто тотально изменилась из-за того, что его любимый тибет ему пришлось отложить на свободное от работы время. И всю свою жизнь он преподавал китайский и манчжурский язык. И вот в 1855 году он переезжает в Санкт-Петербург и там открывает кафедру китайско-манчжурско-монгольско-словетности. Вот три слова все вместе рядом и довольно долго до начала XX века. я надеюсь, вы догадываетесь, почему три языка вместе, три языка постоянно преподаются вот людям из этих трех специальностей. Потому что династия Цин, которая ее год образования 1636-й, но в 1644 году манчжуры завоевывают Китай и устанавливают династию Цин. И вот эта династия Цин, которая являлась фактически многонациональной конфедерацией, удивительное образование, которое просуществовало действительно 300 лет и территория династии Цин, она до сих пор является территорией КНР. Это все было создано в 18 веке. Вот так вот это все существует и довольно долго. Она была многонациональной династией. И вообще это целая история, что кто такие манчжуры, потому что манчжуров на самом деле не было. Манчжуры — это очень искусственный этноним. Это слово, которое появилось в 1635 году официально для обозначения большого количества джурджинских, нанайских и всяких других племен, которые объединил Нурхоти и создал государство поздний день. это бывшие джурджини. И он сказал, что его уже сын Хунтайджи сказал, что мы должны убрать слово джурджини, нюджен, что очень близко по созвучию к манчжурскому слову раб. Это слово мы не будем использовать, а мы должны использовать слово манчжура. Есть очень много причин объяснения этимологии этого слова, но оно так же, как и слово монголы, оно имеет свои причины возникновения. Но дело в том, что главное, что создается вот такая вот династия основными компонентами, которые были джурджини, то есть тунгусо-манчжурские народы, монголы, которые присоединились к ним в начале 17 века, и китайцы, китайцы, которые воевали на территории северо-востока а потом Китай, который вошел всей территорией южнее Великой Китайской Стены. Да, вот у нас есть Великая Китайская Стена, от которой Китай отгородился, начиная с Синьшихуанди, да, 200-й год до нашей эры создания 221 года Синьшихуанд создает государство Цинь, а дальше строится Великая Китайская Стена, они отгораживаются от северных варваров. Так вот, с манчжурами эта Великая Стена теряет свое военное значение, потому что территория распространяется дальше и довольно высоко и далеко на север. И я хочу сказать про письменность, я уже не буду удаляться в историю. Мы, манчжуры, пользуемся манчжурской письменностью. А что такое манчжурская письменность? И мы приходим как раз к нашим любимым монголам. А монголы ведут свою письменность еще дальше, еще раньше. Сирийское арабское письмо горизонтальное было в какой-то момент в XII веке перевернуто уйгурами вверх, и они стали писать этим же арабским письмом, но только сверху вниз. Почему? Потому что уйгурам, которые общались с китайцами, было удобнее писать документы, так же, как китайцы, вертикально. Так что они взяли свои буквы и подняли вертикально. После этого это уйгурское письмо заимствуется монголами, а в 1599 году Нурхоти говорит, что мы создаем государство и используем это монгольское письмо. Но вот мои коллеги вам сказали, что оно было полифоническим, то есть какую букву пишешь, произносишь ее иначе. Так вот, манчжуры в 1632 году провели определенную реформу и сказали, что вот этот звук обозначается так, ставим точечки, кружки, понимаем, какой звук произносится. Вот фактически манчжурское письмо это продолжение развития того арабского письма, которое с запада пришло на восток и вот таким образом преобразилось. Значит, манчжуры, создав свое государство, создают свою письменность. И это начало 17 века. Это тот момент, когда Россия начинает общаться с Китаем. А что говорит Петр I? «Везите все, что вы видите интересного, красивого. Везите мою любимую кунсткамеру, где я буду создавать музеи редкостей и древностей». И вот все это дело тащится в Санкт-Петербург, чему мы очень благодарны Петру, потому что мы теперь в результате все это имеем именно в Санкт-Петербурге. И общение с Китаем начинается именно при династии Цин. А Цинская династия говорит, что у нас три этнических компонента, поэтому при Цин у нас было три официальных языка китайский, манжурский и монгольский. Когда мы говорим, что в Китае живут одни китайцы, на самом деле не так. И даже при династии Цин официальные языки были три. И манжурский язык использовался для обязательного общения с Россией. Не по-китайски, по-манжурски. Мы с ними переписывались до XX века. Для этого была определенная палата внешних сношений. И все дела с Монголией, с Манжурией и с Россией велись на манжурском языке. Поэтому понимаете, какие у нас есть документы. Почему их стали мы переводить? Русские стали переводить первыми с манжурского языка. Его проще переводить, чем с китайского. Потому что китайский язык он довольно сложный. Еще грамматики никто не знал тогда. И ни точек, ни кружков, ни запятых, ничего нет в китайском древнем тексте. А манжурские в общем более понятен то, что есть грамматические формы, где конец предложения, где подлежащее сказуемое. Все миссионеры, в том числе и русские, переводили с манжурского языка китайские произведения. И первые переводили, как ни странно, мы, у нас получилось это лучшее. Поэтому европейцы переводили уже с русского на немецкий или на французский язык. Поэтому центром манжуроведения была всегда Россия. Был Петербург, были другие центры у нас. Но постепенно эта наука исчезла, потому что, как я считаю, одним из первых, кто заложил, бросил камень в манжуроведение, был любимый отец Якин Фобичорин, который в начале XIX века сказал, а зачем нам переводить с манжурского, когда мы знаем китайский? Давайте читать оригиналы. И вот с него начинается классическое российское китаеведение. Манжурский язык постепенно уходит в сторону, потому что действительно большинство это были тексты переводные. Дальше 1911 год, падение манжурской династии, демократические революции, антимонархические движения. И все это связывается с иноземной династией, подавляющей национальный китайский дух. И поэтому постепенно манжуроведение как наука отходит в сторону. Вот ее возрождение на самом деле началось с открытия фондов, с описания фондов и петербургского, и немецкого, фонды, которые были привезены миссионерами, работавшими в Китае, иезуитами и францисканцами. Выясняется, что в фондах находится безумное количество не только официальных манжурских текстов, но и рукописных текстов. И самый богатый это наш, потому что в нашем фонде есть рукописи с Дальнего Востока, это шаманские рукописи, собранные учениками Восточного института во Владивостоке и в Синдзяне. Вот в Синдзяне до сих пор говорят по-манжурски. Вот это вот такая интересная специальность, которая дает вам и классическое востоковедение, и современное востоковедение, потому что Тянь-Лун, когда завоевывал Джунгарию, он большое количество сибинцев отправил семьями в Синдзян. И на границе с Казахстаном есть несколько деревень, которые до сих пор говорят по-манжурски. Там есть манжурское радио, там есть манжурские газеты. Конечно, сейчас постепенно пограничная зона отодвигается, поэтому люди больше общаются с китайским языком. Это, конечно, судьба языка малых народностей, потому что им надо учиться и работать в Китае. Они, конечно, все переходят на китайский язык, но еще в начальной школе его преподают, потому что его еще можно где-то поймать в настоящее время. А европейцы стали изучать фонды, и когда они стали сравнивать переводы, то они поняли, что манжурский текст не соответствует китайскому тексту, что это версии, это разные варианты одного и того же. Более того, у нас, поскольку было мангонациональное государство при династии Цинд, у нас есть двуязычные издания, у нас есть трехязычные издания китайско-манжурско-монгольский, дальше идет китайско-манжурско-тибетский и так далее, и так далее. Вот, пять языков у нас было в какой-то момент, когда уже уйгуров к нам присоединили, то получилась пятизначность, так сказать. Вот, если вы бываете в Пекине, если вы поедете и в Синдзян тоже, вы можете увидеть четырехгранные стеллы, по разным поводам поставленные, и вот на них будут тексты императорских указов на четырех языках. Китайский, манжурский, монгольский, тибетский. Четыре официальных языка этой династии. Безусловно, китайская цивилизация культурная, она оказалась значительно сильнее, конечно, большинство народу перешло на китайский язык. И в быту это, конечно, все говорят по-китайски. Большинство манжуров тоже, так сказать, освоили китайский язык и забыли свой родной язык. Но их материальное наследие, оно сохранилось и сейчас активно изучается. Поэтому, вот как ни странно, эта специальность очень сложная, потому что невозможно быть манжуроведом, не будучи китаистом, потому что она основана на китаистике, но еще при этом желательно иметь еще и монгольский язык. И тогда вы станете таким полноценным специалистом. Это специальность, которая находится на стыке наук и крайне интересна. И очень популярна в мире. Спасибо огромное. Коллеги, а может быть мы попросим, чтобы наши друзья, студенты задали вопросы, ну так, чтобы немного, чтобы мы могли уже так подумать, так, друзья мои, пожалуйста, все-таки такая встреча, тут отним монологи, отним монологи, давайте, можете. Наверное, вы задавили своими монологами. Нет, ни в коей мере. Нет, можете мне вопрос задать? Мне было очень интересно послушать, как китаисту, мне тоже было это очень интересно послушать, и я хотела бы узнать, есть же политика в Китае о том, что они поддерживают меньшинство, да, то есть национальное меньшинство, следовательно, они каким-то образом должны сохранять манчжурский язык, поддерживая именно именно национальность. Есть ли такое? Есть ли такое? Да, безусловно, есть, то есть сохраняется, вернее, как поддерживаются национальные и духовные традиции малых народов, но есть и другое, о том, что это уже политика государственная, о том, что они все восходят к великой китайской цивилизации, это тоже такой пункт есть, потому что большинство памятников культуры, которые находятся на северо-востоке, это родина манчжуров, они сейчас перестраиваются в музейные комплексы и строятся по китайскому образцу, и мы, и европейцы, и китайские историки, они сопротивляются этому, потому что мы говорим, что была традиционная манчжурская архитектура, и здания, и дома, и все прочее, на что местные турагентства говорят, что тогда туристов будет меньше, потому что они будут видеть что-то такое супернеобычное. Вот, язык сохраняется, языку разрешается существовать, и язык в тех местах, где манчжуров очень много говорящих, действительно, есть и газеты, и журналы, но этих людей становится все меньше и меньше, то есть малые народы, они просто физически вымирают, это естественно, во всех культурах, где существует большая цивилизация, это проблема и малых народов России, да, все равно, какой бы ваш национальный язык ни был, лучше все-таки хорошо знать русский язык, потому что вы тогда поступите в ведущие центры, и у вас больше, так сказать, перспектив для развития, и национальный язык постепенно уходит, то есть это уже становится искусственно, хотя, безусловно, поощряется. Все-таки синология, мангловедение, манчжуроведение, и даже корееведение, и даже японоведение, поскольку вот эти направления, они у нас представлены в нашем институте есть в этом некое единственное, ну тут, да, географическая культура, она оказала влияние, тем более события, когда вот манчжуры завоевали Китай, а чуть-чуть раньше журжанские племена, еще до создания вот этого государства Нурхадцы, как вы помните, три похода в Корею, три похода в Корею, которые были некой предтечей уже завоевания Минского, Китая. Вообще, вот если вы занимаетесь китайстикой, чисто китайстикой, да, на самом деле этого мало, уже в мире очень много китайстов, знать просто китайский язык, этого тоже мало, потому что нужно знать культуру, и даже если вы хотите просто стать обычным переводчиком, то, конечно, нужно знать и традиции, и историю, и культуру народа, с которым вы работаете, иначе вы плохой переводчик, то есть недостаточно вызубрить экскурсию по Кремлю и ее рассказать. Вас воспримут как говорящую машину, и все, или там говорящая голова, как говорят в телевизоре, и все. Но если вы хотите быть реальным специалистом, нужно знать очень много и быть интересным для любого собеседника. с монжуровидением немножко сложно получилось, потому что сложилась историческая ситуация, когда оно было отодвинуто, и его нигде не преподают. Я много раз пытаюсь преподавать на восточном факультете, это бывают разовые циклы. Я преподаю, езжу, меня приглашали в Новосибирск или еще кто-то, какие-то университеты, где я читаю курсы, семестровый курс, за две недели. Ребята получают зачеты. Не просто его растягивать на семестр, а каждый день по паре или по две пары. Но хотя бы происходит некоторое знакомство, потому что таким образом расширяется ваш кругозор как специалистов. Всю историю Дальнего Востока вы не можете учить без Циннского Китая. Даже мои коллеги говорили, что у нас Ганчжур самый лучший был издан в Пекине. А почему? Потому что Цянь Лун и Кань Си были верующими, буддистами, и они пропагандировали буддизм. И они создавали, поскольку были печатни в Пекине, они создавали печатни монгольские и издавали книги для Монголии и для Тибета. И самые красивые императорские издания тоже были сделаны в Пекине, потому что они были сами заинтересованы в этом. И сами были заинтересованы в распространении этой религии на весь Дальний Восток. А что у нас в Корее происходит? У нас действительно были войны, а дальше корейцы стали подчиненными вассалами Китая и довольно долго. Но на определенных условиях они не приняли календарь свой. Но они все равно приходили и приносили свою дань в Пекин в определенный день. Это, конечно, цивилизации Дальневосточной, но в каждом месте она имела свою специфику. Поэтому быть специалистом, например, Монголии, нужно все равно иметь широкий взгляд на то, что было под влиянием этой великой цивилизации. Или кореистом, или даже тибетологом. Потому что документы, которые написаны на монгольском языке или на тибетском, они также написаны по-китайски, они также написаны по-манжурски. И вот мы работали с одной студенткой на восточном факультете, которая учила у меня манжурский язык. Мы посмотрели все эти три текста и они оказались чуть-чуть разными. И в каждом из них получается какой-то свой оттенок. Вот это тоже довольно любопытно получается. Потому что каждая нация или каждый народ видел эту ситуацию по-своему. И интерпретировал ее тоже по-своему. Пожалуйста. Спасибо. Пожалуйста, еще. Здравствуйте. Скажите, какие вы видите дальнейшее развитие монголоведения в России? Это, наверное, вопрос... Хороший вопрос, но небольшое вступительное слово. Да, вот представьте себе, 1833 год. Первая кафедра не только в России, монгольский словец, но и в Европе. Представляете себе масштабы? Первая кафедра в Европе. И вдруг на определенном рубеже, вот, конечно, 1854-55 годы, ликвидация восточного разряда Казанского императорского университета, создание восточного факультета Санкт-Петербургского университета, перевод профессоров, образовательных программ, когда только сохранилось, скажем так, преподавание арабского персидского. И вот с этого рубежа, к сожалению, в Казанском университете не было преподавания. Но была традиция, связанная, вот наши коллеги уже озвучивали, Казанскую духовную академию. Там вообще была представлена интересная плеяда монголоведов. Ну, естественно, все пошло в 40-х годах 19-го века, когда Попов Александр Васильевич, тоже известный монголовед, к сожалению, очень слабо представлена его биография, нет ключевых таких публикаций, посвященных. Он продолжил традицию монголоведа в Санкт-Петербургском университете. И вот у нас в перспективе, конечно, создание образовательных программ, связанных с монгольским языком, современным литературным монгольским языком. Ну, естественно, конечно, есть свои тут геополитические, политические и другие факторы, но тем не менее в последние годы есть очень интересные подвижки в рамках взаимоотношений. Я имею в виду Республики Татарстан и Монголии. И Монголии был у нас период, когда, например, наши монгольские студенты обучались в Казанском университете. В Казанском университете и вот у нас есть перспектива о том, чтобы создать такие междисциплинарные направления, где бы, например, наряду с вашей ключевой специализацией связанной с китайским языком и представить второй или третий язык, если сравнивать с европейским и монгольским. Ну и ряд других. Посмотрим, как это будет складываться. Это будет или чисто связано с языкознанием, то есть филологией в рамках программы языки-литературы страны Азии-Африки. Есть некоторые нюансы, связанные, конечно, с подготовленностью профессорско-преподавательского состава, ну и другими нюансами. Ну вот почему бы, например, в рамках профиля истории страны Азии-Африки направление связано с историей Монгольской республики современной и не только, ну и этапов связано, конечно, с монгольской эпохой и другими событиями. Ну, может быть, коллеги, Ирина Владимировна, все-таки, Наталья Сергеевна, вы преподаете и знаете, они должны услышать некоторые сложности. Ну вот мы вчера прослушали доклад, был Граховский завкафедрой монголовении тибетологии, это вот Санкт-Петербургского университета Павел Леонович, он говорил о некоторых очень важных тенденциях, связанных, конечно, с ограниченностью. Ну вот, скажем, для меня прозвучало особый интерес студентов на историю Тибета, то есть тибетского языка, тибетский язык. Понятно, тут продиктовано, конечно, востребованностью, возможностью вам устроиться. Да, несомненно, сравниваем тех китаеведов, которые заканчивают сегодня в Москве, в Петербурге, в Казани, есть скрытые проблемы, вы столкнетесь. Ну вот, например, я вспоминаю мою студентку одну, она закончила наше китайское направление по истории, она спокойно поступила в магистратуру в одну из японских университетов, получила хорошее образование, в том числе по японскому языку, и она прекрасно работает, зная английский, естественно, китайский, японский. То есть вот эта междисциплинарность, знание не только одного языка и ряда языков, в том числе и монгольского, я думаю, сыграет ключевую роль в ваших судьбах. Ну, да, есть планы, хорошие планы, с тем, чтобы была... Ну, вы знаете о том, что у вас есть хорошая практика, преподаватели природные, а это, кстати, традиция еще с XIX века идет, то есть природные носители языка. И в том числе у нас и, надеюсь, будут разворачиваться и образовательные программы, связанные с монгольским языком, литературой, историей, экономикой. Ну, вот, скажем, в рамках АТР у нас пошли новые образовательные программы по экономике. АТР и Японии, АТР Индонезии и так далее. И в этом плане, конечно, есть очень интересные такие программы реализации вот интересов наших студентов и только Татарстана, но и России. Ну, и, кстати, я вам скажу, коллеги, вот последние годы я по себе чувствую у нас уже больше не выпускников Татарстана, а вот со всей России. и ряд других таких очень интересных моментов ну и сложностей, естественно. Так, спасибо. Может быть, Ирина, не может быть... Да, конечно. Совершенно правильным словам, которые вы сказали. Но, если более так вот конкретно, как я понимаю, вы хотите знать перспективы монголоведения. Вы имеете в виду монголоведение как науку, да? Или как образовательный программ. Как образовательные программы. Что монголоведение вы вкладываете вот в это? Как наука? Если как наука, мне кажется, ничего не может быть уже каких-то кардинальных изменений, потому что наука уже монголоведение себя зарекомендовала. У нас есть прекрасная школа монголоведная, и она будет продолжать быть кузницей монголоведных кадров. Это прежде всего восточный факультет. И вот она будет продуцировать этих монголоведов, которые разъезжаются по другим центрам. Ведь было время, когда был один монголоведный центр. Сейчас мы можем говорить о монголоведном центре в Бурятии, институт монголоведения, буддологии, тибетологии. Можем говорить о калмыцком центре монголоведения. Это калмыцкий институт гуманитарных исследований. И пожалуй, костяк и того института, и другого, это студенты, бывшие студенты, сотрудники вот этих центров новых. То есть, я думаю, будет идти развитие монголоведения по увеличению вот таких монголоведных центров в других местах. А кардинального какой-то вот такая линия монголоведная, она сформирована, и, я думаю, будет продолжаться. развиваться вот те внутренние направления монголоведения, которые существуют. То есть, это изучение памятника, это текстология, это все равно составление словарей, как мои коллеги считают. Ну и тематика. Да, изучение конкретных памятников, и быть на уровне современной науки филологической, мировой. Вот я ответила на ваш вопрос. Вот я что думала. Ирина Владимировна, коллеги, у нас были направления, ну вот скажем, ну это все связано, конечно, с изучением монгольской империи. И отсюда вот тех страниц, связанных с историей России, ну вот скажем, региональной истории, тех памятников, источников. В этом плане монгольская тематика, проблематика средневековая в основном. Она представлена в рамках защиты кандидатских диссертаций или вот тех работ, монографических работ, где в большей степени связано, конечно, с, скажем, монгольским периодом истории России. Ну и многими другими моментами, скажем, Волжской Булгарии, монгольские завоевания, Казанское ханство, Джучиды, Чингизиды и ряд других. Они тем, так или иначе, представлены и в Институте истории, и в рамках исследований наших университетских историков по отечественной истории. Ну а вот мне бы хотелось, конечно, чтобы была возможность преподавания, чтобы студенты получили возможность изучения современного литературного монгольского языка. А, к сожалению, сегодня пока этого нет. Есть японский, есть корейский, я уж не говорю про арабо-мусульманские языки, китайский, индонезийский, суахили. Ну вот, некий драматизм. Пожалуйста, да. Я вообще борец за междисциплинарность. Вы понимаете, поскольку сама ушла из китайстики, манджуроведения и села на междисциплинарную науку. Но я бы вам хотела сказать, что вот вы живя здесь, я имею в виду в Татарстане, да, вы живете среди исламской культуры. И на самом деле китаист, хорошо знающий ислам, совершенно вот такого нет востребованного, да. То есть востребованный китаист с хорошим знанием исламской культуры. Тогда вы можете делать сравнительные анализы того, что происходит в Китае с исламом, да, и здесь. Это очень интересные сравнения. Дальше это народный народный ислам, да, суфизм. Там и здесь, как это выглядит, или официальный, потому что есть влияние, там, не знаю, откуда оно идет, из-за Арабских Эмиратов или куда, в какие разные страны и каким образом оно идет. Это уже если выход на современность. А если говорить о древности или о традициях, то да, вот суфизм берете и смотрите, как он здесь, как он там. Но для этого нужно знать китайский язык. То же самое можно сделать с Монголией. Вы знаете монгольский язык. В Монголии тоже, как ни странно, есть ислам. Безумное количество казахов, которые исповедуют ислам, перебежав туда. Своеобразным образом. Но к ним приезжают, и я была свидетелем из Эмиратов, и объясняют им, что их ислам неправильный, что нужно молиться так, как молятся в Эмиратах. А местные монгольские мусульмане говорят, да нет, нас так дедушка учил. И опять же нужно смотреть, что за традиции, какое наложение на национальные монгольские традиции дал этот ислам, и в сравнении с другими странами. Поэтому здесь все время нужно иметь какую-то свою специальность, а языки у вас идут как дополнительные средства для познания того или другого вопроса, но вы таким образом расширяете себе поле деятельности. Поэтому может быть сейчас хорошее владение избранным вами языком, плюс дополнительно курсовая работа по какой-то очень интересной определенной теме перспективной. Это надо очень внимательно посмотреть, и вы далеко пойдете. Это очень интересно. И такого типа специалистов очень нужны. Более того, если у вас есть свободный разговорный китайский язык или монгольский, вы спокойно участвуете во всех международных конференциях на Востоке. Я не говорю про европейский. Мой любимый учитель и папа Наталья Сергеевна указывая на себя носом, не указывая на себя пальцем, говорил Сергей Евгеньевич Яхомтов. Все востоковеды должны знать диалекты белого языка, говорил он. То есть, когда мы писали курсовую работу и говорили, ой, по моей теме еще есть одна голландская статья, то он говорил, это не вопрос. Если она есть, ее надо было прочесть. Так что я не говорю про европейские языки, вы имя должны владеть. А вот восточный язык, он у вас очень хорошее средство для таких больших, хороших, междисциплинарных тем. Друзья мои, будем завершать. Мне бы хотелось выразить огромную благодарность нашим коллегам, нашим гостям, из Санкт-Петербурга. Давайте встречаться вместе. Будем встречаться с нашими студентами. Будем направлять. Поедете в Петербург, дворцовая набережная 18. Можно я тогда сразу сделаю рекламу? Конечно, да, пожалуйста. Наш отдел, отдел Дальнего Востока, вы уже, наверное, знаете, каждый год мы проводим конференцию Китай и соседи в марте. В декабре мы рассылаем такую и вот это уже всероссийская конференция именно для студентов 3-4 курса магистров только для молодых. Мы старичков вообще не берем, мы только молодые. Даже аспирантов не берем. 3-4 курс бакалавриата и магистратура. Потому что если вы хотите куда-нибудь поступать, во всяком случае в Петербурге портфолио магистранта уже должно иметь конференцию и тезисы или статьи. Вот мы даем такую возможность. Так что имейте в виду, что вы можете присоединиться. Китай и соседи это вообще все. Это Юго-Восточная Азия, это Тибет, это Пакистан, это все, что хотите. Это и Россия. Это и Россия, безусловно. И были такие даты. Это и Татарстан. Ну так, с неким условным притяжением. А почему бы и нет? Если придумаете такую тему, ну нет, ну помните. Ну в общем есть такая возможность, ребята. Да, конечно. Спасибо вам огромное. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова